Достаточно короткое занятие. Важно было немного прогрузиться. Вчерашнее видео было? Ну, оно такое же было до этого. В принципе, оно было даже по упражнению. По набору упражнений то же самое. И опять, в прошлом вопросе, это было занятие по желаниям. Поэтому ребята, которые готовятся профессионально, или по-своему, скажем так, они ушли пораньше. Телегин же тоже ушел, да? Да. Вы поработали с победой? Почему? Потому что это второй раз, второй матч, но турнир Санкт-Петербург всегда слабый. Здесь что-то есть. Вы правы. Об этом мы тоже думали. Но надо посмотреть тоже, кого обыграл Финляндия на этом чемпионате. Посмотрите. И команда играет такой... В общем, они уже давно очень на сборах, да, и сидят. И очень хороший, хорошо отлаженный механизм. Поэтому они обыграли и американцев, и канадцев, и шведов. Илья Петрович, в 2011 году здесь же проиграли 0-3 финнам в полуфинале. Этот матч как-то изучался? Может, смотрелся? Вы помните? Конечно, нет. Такой вопрос. Составы очень похожи на то, что было в Бурно. Практически не изменились ни у вас, ни у финнов. Там был 1-3. Насколько тот матч можно изучать без прицелов на данные? Ну, вот все, кроме 2011 года, мы уже матчи изучили. И это вот 2011 год. Тот матч запомнил с тем, что Никита Кучеров нервничал очень с финнами. Как его избежать? Да. Мы должны играть в свою игру, не реагировать. То есть это, опять же, будут кавканы или они откатываются, плотно играют в обороне, все на себя ловят и ждут контратаки. Какая из команд, с которыми встречались на этом турнире, ближе всего к финнам по манере игры? Швейцарцы или Синдерга? Ну, наверное, все-таки отдельная тема. Более-менее близкие есть команды, но все-таки это уже отдельная тема. Владимир Владимирович, против как вы будете как-то индивидуально играть, закрывать его и изучать его игру? Как вы будете играть? Ну, мы будем играть, у нас не та команда, чтобы мы кого-то, мы будем играть в свою игру. То есть персональщиков не будет против него, да? Вратарь? Определились? Лески. Потому что там два дня подряд? Лески. Возвращаясь к тренировкам, они бывают небольшие, не отрабатываете большинство, этим компонентом довольны, все сформировано в плане своих дригад? Нет, тренировка и желание. Тренировка в этом весит. Владимир Владимирович, там есть Антила, два метра и очень много веса. То есть вам задорова будет его выпускать? Ну, мы знаем Антилу. В принципе, там и по лиге знаем, что он прет на ворота там. Отдельно против Антилы мы задорова выпускать не будем. Именно за ним следить не так. Он вчера, конечно, забил, но все-таки вот. В постоянных наложениях против американцев не было, но довольно часто дронов играл, вот в тройке, наверное, или в сфере, или в тро. И здесь на блок зайцев. Тут что-то подобно планировать? Тем более, что у них только одно сгон. Ну, мы сейчас, мы сейчас думаем над этим, как нам правильно, да, сейчас, как у нас перед вечером и ночью, и утро, про как правильно определить силы, кто против кого, если мы, если мы к этому придем. Можешь сказать, что самая психологическая сложная рубеж сборная уже прошла, потому что, ну, поражение четверть фуналей был бы провалом, это однозначно, наверное. Ну, вы знаете, каждый рубеж он сложен, да. Хорошо, что да, это было, наверное, важно, чем американцев пройти, но следующая игра настолько же важна, и следующий этап настолько же важен, как и прошлый. То есть больше раскрепощенности не будет, чем по сравнению с матчами с Америкой? Мы должны играть в свою игру, вот и все. Раскрепощенность, нескрепощенность. То есть одна игра, следующая и самая важная. У Курфинов почти нет игроков из НХЛ, там два человека, по-моему, Юки Хари и Ламико. Это как-то будет влиять или нет на вашу подготовку? Мы говорили, что они очень, поэтому и нет, что они два месяца на сборах сидят. Очень отлаженный коллектив, то есть они работают, как финские часы. А вы считаете, игроки, кто, в принципе, не уступают, да, вот по игре от НХЛ? Ну, тут дело не в этом, тут дело в том, во что они играют. Да, они играют от обороны, и ждут, и пользуются контрадаками, да. Если есть возможность, очень хорошо лезут на ворота, на китак набрасываются. Ну, то есть, по-вашему, проще играть, условно, с отборной США, которая играет вот так вот сама, чем спинами, которые очень системные? Я хочу сказать, что надо очень серьезно завтра подготовиться, вот к чему я говорю. Ваши эмоции России подтвердили чемпионат мира в Санкт-Петербурге, тема дня. Отлично, прекрасная новость, да, зная, сколько труда тоже вложили в это, зная, не по насочке, какой это будет стадион, да, и насколько мест, это фантастика, я надеюсь, что это даст еще новый, еще больше толчок в развитии хоккея и в нашей стране, так и за рубежом, так как будут все условия очень-очень хорошие. Вы считаете, что это может начать планировать? Что? Вы считаете, что это может быть? Давайте я попробую. Я спросил, что много отрабатывалось передач на ход, это, в принципе, стандартная тема или классно-тепная? Сегодня передач на ход. Сегодня такая тренировка, я будто не знаю, что там, там сильно прям отрабатывали, не знаю, это стандартное, стандартное упражнение, в принципе, бросковая там передача. А, кстати, вы посмеялись, когда американских журналистов не понравился так, как вы носите, что быстро бегаешь очень? Ну, прочитали и проехали дальше. Ну, вы хоть посмеялись? В душе, наверное. Какие мысли у вас на полу-зинала важного матча? Да, пока особо никаких. Готовимся. Легко потренировались. Там сейчас кто хочет в зал, пойдет в велосипеды, поэтому надо восстановиться после вчерашней игры и с полной силой подойти к следующей. Дайте оценку соперника, наверняка, что тогда видели? Ну, мы с ними играли уже перед чемпионатом мира, они нас обыграли, поэтому надо сделать правильные выводы. Это молодая команда. Практически все ребята из КХЛ, тренера наших прекрасно знают, поэтому расскажут нам, что делать. Какие матчи против финнов приходят на Омпревс? Ну, я четвертый канал не хочу сегодня. Да, много финнов. Нам попортили нервы. На самом деле, не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо все прошлое поставить и жить настоящим. Поэтому у них очень хорошая команда, и нам надо играть в хоккей, когда все будет в порядке. Что проще играть против такого системного соперника, но с не особо высоким уровнем мастерства, как финны, или играть с американцами, которые от атаки действовали? Да я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда они в две шайбы проигрывали, они ждали нас на красной линии, пока мы сделаем ошибки. Да неважно, с кем играть, уже это полуфинал чемпионата мира, поэтому осталось 4 команды достойных, и сильнейший победит, как я уже говорил. Так что завтра финны. У нас с ними давние счеты, поэтому надо готовиться. Я в Санкт-Петербурге получил право проведения чемпионата мира в городе, который может проявлять много игрового времени. Как относитесь к этому вообще? Намного больше, чем здесь. Ну здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. В России хоккей, я уверен, что спорт номер один. И мы это чувствуем сами, нас поддерживают везде, тем более во время чемпионата мира. Поэтому это будет очередной всплеск. Это круто для молодежи, что они увидят своих кумиров живьем, потрогают, пообщаются. И я надеюсь, что еще больше детей начнет заниматься хоккей. Вам бы хотелось играть? Посмотрим. Мне уже будет 40 лет, по-моему. Так что я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько. Илья, Войну сократили срок действия с дискификацией, но наполовину… Давайте про чемпионат мира лучше. Не будем сейчас. Вам есть кого выделить в составе сборных минералей? Честно говоря, я даже не особо… Ну вот молодой парень, который, говорят, сейчас будет первым, вторым номером драфта, он очень хорошо турнир начал. Поэтому, в принципе, у них ровная команда. Так что нам самое главное, надо самим знать, что делать и будет все в порядке. Спасибо. У вас в ночи против американцев как-то сброскали в створ немножко или залазили сегодня, может, уделяли компания за внимание? Ну, хорошо, что с американцами уже появились броски. Это первый шажочек маленький к той цели, которую я перед собой ставлю. Вы спортированно накручиваете себя? Да нет. Зачем? Я себя не накручиваю. Мы, наверное, уже… Каждый, кто к вам подходит, говорит, что у нас не важно в команде, кто забивает, кто отдает. Главный результат. И многие ребята делают то, что раньше не делали. Так что в этом ничего страшного нет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.